МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ужанков Александр Николаевич, профессор, доктор филологических наук. Проректор по научной работе Литературного института имени Горького. Теоретико-историк русской литературы и культуры. Один из ведущих в стране медиевистов. Предложил новую концепцию осмысления древнерусского летописания, связав ее с эсхатологическими представлениями русских средневековых книжников. Разработал теорию стадиального развития русской литературы 11-1-3-18 века и теорию литературных формаций. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Дорогие друзья, мы продолжаем с вами разговор о картине мира древнерусского книжника. На предыдущей лекции мы с вами рассматривали категорию времени. На сегодняшней мы с вами рассмотрим категорию пространства. Как они взаимосвязаны, обе эти категории, между собой? Очень тесно. Мы можем абсолютно точно сказать, что в представлении древнерусских книжников и время, и пространство категории нравственные. То есть продолжительность времени всецело зависит от поведения человека и человечества. Потому что мы с вами в прошлый раз говорили о постоянно ожидаемом конце света. Так вот, если происходит покаяние, то отодвигается и конец света. То есть, повторяю, время есть категория нравственная. С другой стороны, а что же пространство? Как оно взаимосвязано с временем? И почему и о нем тоже можно говорить, как о категории нравственной? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы должны окунуться в древние времена. Это времена 11-12 век, когда, собственно, стало складываться мировоззрение древнерусского книжника. То есть, человека начитанного, человека христианина, естественно, и который, в общем-то, неплохо знал священное писание, и у которого была такая христианская картина мира. Вот об этой картине мира мы сегодня и поговорим. Итак, представление древнерусского книжника «Мир бинарен». То есть, он состоит из двух таких неравных частей. Чтобы показать это, мы давайте проведем такую линию. И это будет своеобразный раздел между миром горним и миром дольним. «Мир горний» описан в священных книгах библейских, и прежде всего в книге «Бытия» или в книге Еноха Праведного. В «Мире горнем» есть Бог. Под титлом пишем, потому что сакральное слово. И в «Мире горнем» есть семь небес, на которых пребывают девять ангельских чинов. Это сакральный мир, сакрас, святой. Значит, в этом мире нет времени, там вечность. В этом мире безграничное пространство. И в этом мире нет движения, там вечный покой. Мы же с вами знаем, что в мире дольнем, это мир дольний, есть и время, оно скоротечно. И мы с вами на предыдущей лекции говорили, сотворение мира и конец света. И ожидание этого конца света пребывает. Пребывает человек в ожидании этого конца света. И здесь есть движение, мы все время движемся. И здесь нет покоя. А пространство ограниченное, видимое пространство. Значит, вот эта вот картина, бинарная картина мира, она все время в сознании древнерусского книжника. Это нужно об этом помнить. Мы будем несколько раз сегодня обращаться к этому понятию. Мир горний и мир дольний соединены вертикалью. Ну, во-первых, пришествием Христа из мира горнего мир дольний и возвращением из мира горнего мир горний. Это во-первых. Во-вторых, святые праведники, которые попадают из мира дольнего мир горний. Так что ангелы, которые, особенно ангел-хранитель, которые из мира горнего приходят в мир дольний и охраняют всех христиан. И так далее, и так далее. То есть оба мира связаны. И это тоже, в общем, мы должны подразумевать, когда будем говорить о пространстве. Это первое, на что бы хотел обратить ваше внимание. Христианство – глубоко символичная религия. Поэтому в христианстве очень много значущих символов. Их нужно уметь читать, распознавать. И мы тоже поговорим сегодня об этих символах. Так вот, на предыдущей лекции мы с вами уже узнали, что круг – это символ вечности. Круг – символ вечности. Потому что в нем нет начала и конца. Это символ вечности. Если мы посмотрим на любой храм сверху, то мы заметим, что он имеет в основе своей круг. Или, может быть, чуть-чуть эллипсообразную такую форму. И в этот круг вписан крест. Крест – это символ спасения в христианстве. Крест – символ спасения. Значит, если мы посмотрим на храм, то мы увидим, что любой храм имеет в основе именно вот эту структуру. Крест – вписанный в круг. Но нам нужно еще будет обратить внимание на строение храма. Что вот эта горизонтальная линия собой может являть? Это граница между миром дольним и миром горним. То есть между миром профанным, видимым миром, и миром сакральным, святым. Что это за граница? Это алтарная преграда. То есть это иконостас. Значит, вот верхняя часть, имеется в виду алтарь, он собой символизирует мир горний. Совершенно верно. Если мы заглянем через царские врата, туда в алтарь, то мы увидим, что здесь есть полукруглая апсида, на которой, как правило, изображается на облацех спаситель. То есть в мире горнем он пребывает. Если мы внимательно посмотрим, как устроен храм, то мы обратим внимание, что перед иконостасом есть амвон с алией. И получается так, что здесь вот тоже есть такой полукруг амвона. И если мы мысленно продлим вот эти точки, ну, у меня получается эллипс, на самом деле должен получиться круг, мы видим, что еще образовывается один круг, то есть еще один центр, но уже теперь мы видим, что он где-то находится в сакральном месте. Действительно, потому что здесь жертвенник или сам алтарь, где происходит жертвоприношение и евхаристия. И если еще мы посмотрим, знаем, что вот здесь еще одна врата есть, северная и южная, и двери, и тут получается, что еще один крест, уже непосредственно в самом алтаре. Я умышленно нарисовал эту схему. Почему? Потому что, как мы увидим, эта схема, это и схема устройства любого древнерусского города. Потому что город устраивается, как уже, естественно, христианский город, как место сакральное. И поэтому, читая значение икон в храме и соответствующее строение храма, мы можем рассмотреть и строение древнерусского города. Итак, что же мы видим, что мы наблюдаем здесь, в этой схеме? Центральными являются вот эти царские врата в иконостасе. Они символизируют собой вход и выход Христа. Это как когда-то в Иерусалим вербное воскресенье зашел Господь через восточные врата. Точно так же и здесь мы видим эти царские врата, которые символизируют вход и выход Спасителя. То есть, во время Евхаристии он незримо здесь пребывает. Должен еще обратить ваше внимание, что храм очень четко сориентирован вот здесь будет восток, здесь будет запад. Это север, это юг. Вот эта вот линия восток-запад, она везде выдерживается, как в строении храма, так и в строении города. Сотворил Господь Бог рай на востоке, свидетельствует книга Бытия. Значит, рай на востоке, и храм будет ориентироваться тоже на восток. А что на Западе? На Западе, если мы внимательно посмотрим на фрески старинных русских храмов, ну, до 14-15 веков, которые сохранились, мы увидим, что на Западной в стене всегда изображается картина страшного суда. Обязательно, картина страшного суда. Вот если вы были в Успенском соборе Московского Кремля, там она очень хорошо сохранилась. Значит, на Западе, на Западе в сознании древнерусского книжника находится ад. Вот почему Русь никогда не ориентировалась на Запад. Почему она никогда не принимала ничего с Запада до 17 века, когда вот происходит секуляризация сознания. Ну, в 16 веке, правда, уже начинает проникать кое-что, но в основном ереси, но повторяю, на Запад не ориентировались, потому что разве можно ориентироваться на ад? На восток? Да. Потому что на востоке рай. Так вот, тоже немаловажная деталь. Первый рай, сакральное место, был между тигром и ефратом. И там пребывал Адам, а потом появляется там же Ева, и они пребывали там до грехопадения. То есть, когда человек решил узнать, что есть добро и зло. и за нарушение заповеди не вкушать плода, древопознания добра и зла, они были изнаны из рая. Они уже знали, что такое добро, они узнали, что такое зло, до этого они не знали, что такое зло. Но самое главное, когда они пребывали в сакральном месте, в сакральном раю, они не знали времени. Хотя мы на предыдущей лекции говорили, что Адам пребывал в раю семь дней. Но эти дни не наши дни. Исчисление их совершенно другое. Так вот, когда Адам и Ева уже были изгнаны из рая, пошло время. Пришло время уже человеческое, не сакральное. Второй момент. Когда Спаситель сошел в ад после распятия, он освободил души праведных. И куда он поместил? Потому что до этого и грешники, и праведники находились в аду. Но после сошествия, поскольку Господь искупил своей жертвой грехи человечества, теперь праведники были выведены из ада. И души их помещаются на третьем небе. Рай на третьем небе. Есть откровение, скажем, и видение апостола Павла, который довольно-таки подробно описывает этот рай на третьем небе. Он чем-то похож на Эдем, то есть на земной рай. Но еще есть один рай. Еще есть один рай на седьмом небе. Там, правда, никого нет, потому что там приуготовляются венцы для праведника уже после страшного суда. То есть, смотрите, опять же-таки сопряженность и места, и времени. Пока вот до страшного суда в раю на третьем небе, а потом уже праведники будут на седьмом небе. Так вот, в храме отражена та самая картина мира, о которой мы с вами говорим. И мир дольний, и мир горний. И не только по горизонтали, но и по вертикали, потому что в купеле обязательно изображается пантократор или вседержитель, творец. В барабанах между окон изображаются ангелы, то есть небесные чины. И здесь я должен заметить, что в идеале мир дольний должен соответствовать миру горнему. Вот, скажем, есть девять ангельских чинов в мире горнем, значит, и должны быть девять ангельских чинов на земле. Вы спросите, а кто же на земле ангельские чины? А кто принимает или постригается во образ ангельских? Это, понятное дело, монахи. Так вот, если мы посмотрим церковную иерархию у монахов, то мы увидим, что там тоже есть девять чинов. Начиная от инока, монаха, и заканчивая митрополитом. Патриарх символизирует самого спасителя. Так что, мир горний дает определенную модель мироустройства для мира дольнего. И если в мире горнем есть царь, то в представлении древнерусских книжников должен быть и царь земной, что должно быть соответствие. С другой стороны, конечно же, мир грешный, дольный, он никогда не уподобится полностью миру горнему. Это мы должны осознавать и точно так же, как осознавали это и древнерусские книжники. Но он должен к этому стремиться. Точно так же, как и человек отпавший, он должен стремиться к обожению, то есть восстановлению в себе образа Божьего. И он должен постоянно к этому стремиться. Не все достигнут этого, но праведники достигают. Так что мир дольний, повторяю, он берет пример из мира горнего и должен стремиться к самоусовершенствованию. Но возвращаемся мы к модели храма. Итак, что собой являют царские врата? Обязательно на них изображаются четыре евангелиста, а на верхних половинках царских врат изображаются обязательно Благовещение. То есть вот тот самый первый праздник, о котором мы говорили на предыдущей лекции. Над царскими вратами Тайная вечеря. Вот прообраз Евхаристии, который совершается как раз вот в этом сакральном месте в алтаре. Первый ряд, он еще называется в иконостасе, он еще называется местным рядом. Обязательно от царских врат справа будет изображена или помещена икона Спасителя. Если мы изобразим вот так по царские врата, значит, вот будут четыре евангелиста, здесь четыре евангелиста, а здесь будет Благовещение. Вот справа будет икона Спасителя, слева будет икона Богородицы, а вот эта икона из местного ряда, это икона того храма, в котором мы находимся, в котором пребываем. Если мы не знаем название храма, но по этой иконе мы можем определить, то ли, если это икона святого, значит, это храм или престол в этом храме освящен во имя этого святого или во имя праздника. По этой иконе мы можем определить. А дальше слева и справа помещаются те иконы, которые почитают, особо почитают в этом храме, в этом селе, чем отличается деревня от села, потому что в селе есть храм. В деревне его нет. Следующий... Вот здесь вот тайны вечера. И следующий ряд... Здесь будет уже 12 икон. Это будет праздничный ряд. То есть это будут праздники. Вот те 12 праздников, потому что на каждый месяц приходится какой-нибудь двунадесятый, не поэтому так и называется, церковный христианский праздник. Это второй ряд. Третий ряд. И что весьма важно для нас, в центре будет икона Спасителя, здесь будет икона Иоанна Предтечи, а здесь будет икона Богородицы. Это так называемый деисис или деисус. Они предстоят в молении. А дальше будет 12 апостолов, по шесть, с одной и с другой стороны, учеников Спасителя. Это вот третий ряд. Четвертый ряд будет про отцы, а пятый ряд – пророки. Это строение любого древнерусского храма. И такой иконостас уже складывается к 14-15 веках. Так вот, если мы внимательно посмотрим на вот этот иконостас, то мы увидим, что центр, помимо царских фрат, сосредоточен еще вот здесь. То есть там, где есть вот эти три иконы – Спасителя, Богородицы и Иоанна Предтечи. То есть деисусный этот чин. Вы наверняка знаете замечательную совершенно работу Андрея Рублева из Венигородского чина. Как раз вот деисус, который находится в Третьяковской галерее. Так вот, это смысловой центр храма. В храме будет еще вот по стенам фрески, которая будет изображать как ветхозаветную историю, нижний ярус, так и новозаветную историю. Скажем, все те дела, которые связаны с мирской историей, вот если мы посмотрим на Софию Киевскую, то мы увидим, что, скажем, история императоров византийских, она изображена вот здесь, в служебных пределах храма. То есть вот в западной части, потому что это уже наименее сакральная часть, это профанная часть, и там можно было изобразовать что угодно. Но в самом храме, вот по ярусам, будет по мере восхождения на небеса, то есть к миру горнему, и будут изображаться, располагаться иконы и праздники. Так вот, любое строение древнерусского города, сравни, и расположение храма в нем, сравни с строением иконостаса. Иными словами, если мы возьмем вот эту вертикаль, которую разделяет мир дольний и мир горний, и ее расположим горизонтально, и при этом мы вот эти вот ярусы замкнем по кругу, потому что круг – символ вечности, тогда кажется, что в центре любого города должен быть деисус или деисис, то есть храм Христа Спасителя, Богородица и Анна Предтечи. Это будет действительно в любом городе. Дальше пойдут вот так, как мы с вами говорили, по ярусам. То есть будет апостольский ряд, потом пойдет праздничный ряд, потом праоцы, пророки, и потом местный ряд, местно чтимые святые. По сути дела, в этом горизонтальном расположении храма тоже будет отражаться сакральность пространства. Той же самой христианской истории, которая подводит, как мы с вами говорили, уже к спасению в будущем веке жизневечной, то есть к Страшному суду. И получается так, что тогда любой древнерусский город воспринимается как место сакральное. Почему? Потому что в каждом престоле есть мощи. Потому что служба ведется обязательно на мощах праведников, страстотерпцев. Спаситель – первый страстотерпец. И в престоле обязательно когда-то в древние времена были замурованы мощи, то есть частицы святых. И велась служба. Сейчас уже по-другому, может быть, есть антиминц, то есть специальный такой плат, на котором ведется служба, которым покрывается жертвенник или алтарь в храме, и ведется служба. В антиминце обязательно есть частицы страстотерпцев, то есть мучеников. Я хотел бы подчеркнуть, что для осмысления древнерусского книжника характерно было то, что ничего случайного в истории не бывает. Все есть закономерно. И естественно, что в каждом есть особый провиденциальный смысл в всяком явлении. В том числе и почему первые святые на Руси были, Борис и Глеб, а не скажем монахи, князья. Потому что они свободные, они миряне, миру спасаться гораздо сложнее. Так вот, древнерусский город воспринимается как две столицы, как это не покажется странным. Почему? Потому что, скажем, Киев, первая столица, уподобляется древнему Константинополю. А Константинополь, в свою очередь, уподоблялся двум столицам. Светской столице Риму, то есть первому Риму, и Иерусалиму, как светской столице. Риму, и как духовной столице, Иерусалиму. То есть в нем соединяется воедино и светская, и духовная власти. Константинополь выбирает модель цезаря-папизма, то есть цезарь выше папы. То есть духовная власть подчиняется светской власти. Что же касается Рима, то там духовная власть выше светской. Папа Римский является главой всего католического мира. Он рукополагает императоров, венчает их на престол, королей и так далее. Что же касается вот этой модели более светской, византийской, то ее и принимают на Руси. То есть великий князь, он стоял выше, чем митрополит. Потом, когда уже в 1547 году будет венчаться на царство Иван IV, а в последующем, в 1589 году, будет учреждено патриаршество, то царь будет выше патриарха. Это нам тоже сегодня понадобится, поскольку деталь весьма существенная для осознания модели Москвы, о которой мы с вами будем говорить чуть позднее. Так вот, Киев уподобляется Константинополю. Константинополь на Втором Вселенском соборе 381 году провозглашается вторым Римом. Официально провозглашается. А патриарх константинопольский уравнивается в правах с папой римским. Поэтому вот эта концепция, которая возникнет в 16 веке, в самом начале, Москва-Третье Рим, она не случайна. То есть, опять же таки, будет рассматриваться развитие христианства и развитие всего человечества в контексте всем мировой истории. Так вот, Ярослав Мудрый строит Софию во образ Софии Константинопольской, строит оборудительные стены, мы с вами об этом говорили, строит надвратную церковь на золотых вратах. Что такое золотые врата? Это образ тех ворот, которые были в Иерусалиме и через которые зашел спаситель в Иерусалим верное воскресенье. Если Ярослав Мудрый стоит надвратную церковь во образ праздника Первого Благовещения, то он как бы приглашает спасителя войти и в город Киев. То есть, некую сакральность внести в этот город. В любом храме есть мощи, а возле любого города есть поклонная гора, как она была в Иерусалиме. Поклонные горы были, повторяю, в любом древнерусском городе, есть она и в Москве. Ярослав Мудрый освещает Софию Киевскую 11 мая. Это тоже не случайно. Почему? Потому что 11 мая когда-то Константин, император Византии, осветил в 537 году Софию Константинопольскую. Видите, совпадение праздников не случайно, потому что уже в Киеве творится повторение неких исторических событий, но Киев это уже город нового времени. Он уже усваивает для себя новый ход истории, новое ее развитие. Что касается Москвы, Москва устраивается по типу тоже и Киева, и Владимира, стало быть, и по типу Иерусалима, и Константинополя. И Рима, древнего Рима. То есть все эти города как бы сходятся в Москве и осмысливаются соответствующе в том пространстве, которое здесь выстраивается. Вы спросите, а где же в Москве есть те самые золотые врата, лицарские врата? Они же ведь есть, потому что они есть в Киеве, они есть во Владимире золотые врата, значит, они должны быть в Москве? Да, конечно, они есть в Москве. И вы их очень хорошо знаете. Правда, они немножко по-другому называются. Как? Спаские врата. Спасители. Потому что когда-то, в 17 веке, было очень популярно на Руси действо выезд на осляти через эти врата. Воссердал патриарх на лошади, и через эти врата он выезжал и на Красную площадь, которая устраивалась в то время особым образом. И об этом мы с вами должны сегодня подробно поговорить. Что такое Красная площадь? Ну, с одной стороны, вы скажете, это красивое, красное красивое. Да, несомненно. Но с другой стороны, это сакральное пространство. Вы спросите, а почему? А вот здесь должна опять быть соотнесенность, о которой мы говорили прежде. Соотнесенность в сознании древнерусских книжников того, что происходит на Красной площади. И соотнесенность, опять же таки, со страшным судом. Ну, что, как мы помним, история находится в тени будущего. Так вот, что же это за тень будущего? В апокалипсисе, то есть откровение Иоанна Богослова, апостол пишет, «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И пришел ко мне один из семи ангелов и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И показал мне великий город, святой Иерусалим, который снисходил с неба от Бога». Итак, есть земной город Иерусалим, а есть небесный город Иерусалим. Опять же таки, видите, бинарная картина, о которой мы с вами говорили. Но здесь описан горний град Иерусалим без подробностей. Можем ли что-то узнать более подробно? Можем. Оказывается, еще есть описание. Иоанн Богослов замечает, храма же я в нем не видел, имеется в виду в горнем Иерусалиме, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. Замечательно. Вот та символика, о которой мы с вами говорили, присутствует здесь. Но она нам тоже, в общем-то, пока ничего не дает для понимания сакральности Москвы и Красной площади. Однако некий таинственный Божий храм, который отверзается на небе, и в котором есть престол Бога и Агнеца, присутствует в описании Иоанна Богослова. На престоле Господь, рядом 24 малых престола старцев священников, перед престолом 7 светильников, золотой жертвенник, и окрест совершается богослужение. А вокруг этого, так сказать, храма под открытым небом, потому что в нем нет купола, такого привычного для нас, который пребывает в любом храме. То есть это храм под открытым небом, но в нем есть стена. Стена – это твердь, это вера. В стене, как мы уже с вами говорили, 12 врат. И высота стены – это удивительное замечание Иоанна Богослова, равна высоте ангела, хранителя. 144 локтя. В Древней Руси мера длины была локоть, ну это приблизительно 55 сантиметров. Значит, если мы поделим, то получается, что рост ангела, или высота ангела более 70 метров. Так вот, Михаил Петрович Кудырявцев, который исследовал Красную площадь, и он-то предположил, что это есть храм под открытым небом, измерил высоту с Паской башни Кремля до шатра. И получается, что ее от подножия до вот зубчиков, и как раз высота равна 144 локтя. Иными словами, опять же таки, символ символизирует целое. То есть, трудно было построить такую большую стену, но достаточно, чтобы какая-то часть стены имела ту меру, которая указана в апокалипсисе. И тем самым, эта мера, она как бы уже налагалась на всю стену и воспринималась как тверь, описанная в апокалипсисе. Значит, есть сакральное пространство. И в центре этого сакрального пространства, как вы могли заметить, престол Божий и 24 малых престолов. Ну, я надеюсь, все вы были на Красной площади и хорошо ее помните. Прежде всего, что бросается в глаза, это расположение Красной площади. Почти точное восток-запад. Что находится на востоке? На востоке замечательный храм, который мы сейчас называем храмом Василия Блаженного. На самом деле, этот храм назывался храмом покрова Пресвятой Богородицы, Нарву. И был он построен во имя взятия на покров, это осенний праздник, Казани Иваном IV. И во знаменование этой победы сначала был построен деревянный храм, а затем уже и каменный. Строительство велось почти шесть лет, с 1555 по 1661 год. И первоначально были главы обычные, храм был белокаменный, но что самое главное, вы наверняка помните строение этого храма. В центре большой шпиль, и этот шпиль восьмигранный. Мы с вами уже знаем, что такое восемь. Будущий век, жизнь нетленная. Венчает этот шпиль маковка золотая. Это символ Христа, символ церкви. Но восемь – это еще и не только будущий век, жизнь нетленная, но восемь – это еще и цифра или число Богородицы. Если вы помните, на аммофоре у Богородицы восьмикалечные звезды. Богородица есть тело Христово. Поэтому и венчает маковка спасителя это тело. Но это еще и церковь. Помните, та невеста, которая сходит с небес в апокалипсисе, которая описана. Так что здесь мы видим уже прочтение символов, которые есть в откровении Иоанна Богослова. А вот дальше они полностью не сохранились, но сохранился первый ряд – здесь будет восемь куполов. Восемь куполов. На самом же деле, вот в начале 60-х годов XVI века всего было 24 купола. Во-первых, почему 24? Потому что 24 престола вокруг центрального престола, как описано в откровении Иоанна Богослова. А во-вторых, смотрите, храм Богородичный. В то время на Руси был акафист при Святой Богородице полный, который состоит из 13 контактов и 12 икосов, который читался в Великий пост. Так что 24 купола и центральный 25 купол символизировал собой и количество песен в этом Богородичном акафисте. Но если кто-то из вас был в этом храме, то наверняка обратил внимание, что в нем не так много места для внутренней молитвы. Храм снаружи кажется большой, но внутри он состоит из закамор. Там действительно много различных пределов, то есть престолов. Почему? Потому что в раю тоже много пределов для каждого праведника. То есть это символ еще и горного места. Храм – это символ горного места. А если мы вспомним ту схему, которую мы с вами рисовали прежде, да, крест, вписанный в круг, то мы увидим, что Красная площадь уподобляется тоже вот этому храму. То есть храм Покрова Богородицы Нарву – ничто иное, как иконостас и алтарь площади, Красной площади. Значит, тогда, если мы вспомним строение храма, мы увидим, что перед царскими ротами расположены Салия и Амвон, тогда Амвоном Красной площади выступит лобное место. Оно сейчас сдвинуто. Сейчас на месте Амвона стоит памятник Минину и Пожарскому. Прежде он стоял напротив центральных врат Гума. А лобное место стояло там и положено, где ему стоять. То есть непосредственно перед самим храмом. Так вот, хотел бы обратить внимание, что на лобном месте не казнили. Известно только один случай казни. Обычно сделали деревянный помост приблизительно в том месте, где находится мавзолей. Поскольку в храме не должно происходить казни. А лобное место – это лоб, это лоб Адама, возвышенное место. Так что здесь не могло происходить казни. Так вот, эта часть, восточная часть Красной площади, она устраивается именно как горное место, как прообраз горнего Иерусалима. И можно с определенной долей вероятности согласиться с работами и Михаила Петровича Кудрявцева и отца Лебедева о том, что Красная площадь – это молитвенное храмовое строение. И дальше, за Москворечи, за Москвой рекой – это горнее место, это рай. Потому что там был сад государев. В государевом саду было 144 фонтана, как прообраз ста сорока четырех тысяч праведников, которые унаследуют венцы в горнем Иерусалиме после Страшного суда. То есть это число отпавших ангелов, которые должны пополнить праведники после Страшного суда. Так вот, храм устраивается, я имею в виду Красная площадь, именно так, как должен устроиться храм. Если вы посмотрите на Запад, то вы увидите Воскресенские врата. А какая фреска центральная в Воскресенских вратах? Это сошествие Спасителя в ад. Точнее, это та фреска или та икона, которую почитают именно на Пасху. И изображает она врата адовые, запечатанные крестом, и как Спаситель выводит оттуда души праведников. Иными словами, на Западе тоже присутствует ад, как мы и говорили, как в любом храме. Если мы посмотрим на миниатюры или гравюры 16-го, а гравюры уже 17-го, начало 18-го века, то мы увидим, что Красная площадь устраивалась тоже по особому типу. Мы говорили, что должен быть иконостас, иконостас. В иконостасе должны быть праздничные апостольские ряды. Так вот, по Красной площади, по кругу стояли часовеньки, которые каждая часовня освящена была во имя или церковного праздника, или же какого-то святого апостола. Иными словами, Красная площадь устраивалась так, как она должна была быть устроена, как образ, земной образ Горнего Иерусалима. Это очень важно. То есть, по сути дела, Красная площадь – это икона Горнего Иерусалима. Зребый образ того, что мы не видим, Горнего Иерусалима. Это сакральное место. В целом же, Москва тоже устраивалась по типу круга. Почему? Потому что полный круг – это символ вечности. Вот почему, можно сказать, было важно, после того, как Спасский монастырь был разрушен, а построен Храм Христа Спасителя, и нужно было, а потом и он был разрушен в советское время, в 38-м году, нужно было восстановить сакральное пространство Москвы, то есть строительство Храма Христа Спасителя. Потому что тем самым восстанавливается вот та самая сакральность, о которой мы с вами так много говорили. Иными словами, подводя итог сегодняшней лекции, мы видим, как время, протяженность от сотворения мира до Страшного Суда сопряжена с пространством, сакральным пространством, в том числе и города, хотя пространство мирского, но устраиваемое по особому типу, как храм. Другое дело, что уже во второй половине 17 века стараниями патриарха Никона, Москва в целом должна была уподобиться горнему Иерусалему. И на соборе 1666-67 годов ему вменялось в вину, что он хотел это сделать, произвести такую сакрализацию Москвы. Но это город, город, конечно же, в котором есть не только сакральное, но и профанное. И он не может в своей идее, конечно же, полностью соответствует миру горнему. И поэтому патриарх Никон устраивает другой Новый Иерусалим. Это уже на Истрия, монастырь. Монастырь более сакральное пространство, потому что оно более замкнутое. А вот там мы видим и названия, те, которые встречаются в Палестинской земле. И Вифлеем, и Еленская гора, и сам Центральный собор выстраиваются во образ храма Центрального Иерусалимского, который построен над гробом Господним. Так что здесь мы видим ту же самую тенденцию сакрализации пространства или воплощения в пространстве сакральных идей, описанных в апокалипсисе Иоанна Богослова. Иными словами, русская история осмысливается как движение христиан, русских, а не православные, к концу времен. И как русские осознают себя хранителями православия. Это сказывается и в осмыслении истории, и в строении храма, и в строении трех центральных или трех древнерусских столиц, в том числе и Москвы. Вот на этом я бы хотел закончить. Здравствуйте, меня зовут Маргарита. Вопрос следующий. Почему или с чем связано сопоставление Запада с Адом и Востока с Раем? Откуда древнерусский человек это взял? Мы с вами уже говорили, в Библии сказано, сотворил Господь Бог на Востоце по роду. И имеется в виду рай. То есть совершенно очевидно, что рай ассоциируется с Востоком, Восток с Раем. И храм был развернут именно так, что алтарь всегда смотрит на Восток. Соответственно, то есть это начало. И, соответственно, конец это будет связано с Западом. Ну и солнце всходит на Востоке, на Западе оно садится. Значит, на Западе изображается конец света, страшный суд и, естественно, ад. Для ревнерусского книжника есть такой замечательный апокриф «Вхождение Богородицы по мукам», который любил и Достоевский. Там очень подробно описано расположение ада. Так вот, в Аду нет Востока. Есть Запад, Юг и Север, но Востока нет. То есть вот это сакральное, нечто такое сакральное. Понимаете? И отсюда и уже восприятие Запада как чего-то чуждого. И с чем связан конец света? Вот это было стойкое восприятие XI-XVI веков. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.